что такое возведение в степень ты помнишь главный мой общий контакт с миром главная моя интересующая к этому вещи вовне это кит биологические объекты вот тебе интересует все живое да так вот меня на прежде что там уравнение которое дается дать это мое прямо вот недавние недавние недавно мой дружочек а ты же да ты био отрицательно заказали что угодно я могу сделать но сдать вступительный экзамен по математике я не смогу дорогие друзья всем привет мат культ привет и как бы сказать эту этологу культ привет правильно я сказал биокульт ну я хотел я попытался сузить область если я правильно понял все как у зверей все как у зверей привет привет женя тимонова все как у зверей да это это воде да нет и как-то прям сразу сузил ну скорее это эволюционная биология эволюционная биология и это логия как ее часть а поскольку все у нас развивается таким образом и поведение наше эволюционирует по примерно тем же самым законам что и наши руки-ноги и прочего в общем сегодня я ученик сегодня я ученик ажене учитель потому что я не бельмеса на самом деле не петри вот в области в которой женя ведет блог и интересно на самом деле познакомиться и я вот абсолютно взаимно потому что я да я что если бы тяжелый рюкзак стоит вот там из него кое-что будет достанно дорогой жене все как у зверей да ну вообще когда я первый раз увидел вот этот блок и меня в голове с тех пор все время летов играет не все как у людей все вы пузыри так ну что у меня есть еще один призовая игра потому что я просыпала все возможности понять математику в детстве которые у меня были об этом по этому поводу я кстати тоже какого поговорить может быть сейчас я впадаю во второе детство хожу с козявочками интервью мы просто тут всю козявочку обсудили пока еще готовились к съемке и поэтому не то чтобы я такой профессор богомель который сидит с каким-то козявками все настолько к этому привыкли что даже не замечают потому что уже все поудивлялись да это мое прямо вот недавние недавние недавно дружочек я наконец нашла в москве богомолов скрипок они вообще в оригинале живут в индии в частях находятся комфортное положение вниз головой ты его повесил вниз головой я на своем месте если переворачиваешь его вот так он начинает куда-то идти где можно будет повиснуть головой специализируется на ловле мух это вообще повелитель как они ловят мух лёша жалкость то есть если бы были а комаров он ест и комаров все можно завести несколько богомолов поход взять и никаких комаров не будет да они будут едать их вот можно просто завести богомолов а потом где-то среди зимы искать мух со страшные деньги колеся по всей москве но она того стоит там они конечно а их нужно кормить да иначе они вот как бы ну давай он не кусачий да он нет он не кусачий совсем между прочим сейчас мы сделали такое сейчас дала мне его до подержать а знаешь как мне рассказывали как в летней экологической школе окштейна ну можно знать летней экологической школы у него там долгое время он вывозит вывозит детей на природу там пять недель все живут и неделю идут поход босиком по лесу он вообще просто босиком всегда ходит а вот неделю прямо с детьми у них есть только одна запасная пара если вдруг что-то случится вот например на ребенка 14 лет медведь напал на не то что напал но прямо это костромская область нормально вышел на него заорал побежал назад тот как выяснилось тоже заорал и побежал противоположную сторону медведь но тот очень как бы испугался и пока бежал босиком он на эти на всякие прутья наступал порвал сильно ноги и ему дали обувь вот именно для этого он сказал теперь вы поняли зачем мы таскаем с собой а так нужно ходить только босиком и переговариваться голосами птиц потому что в лесу не должно быть чуждых зверям голосов и птицам человеческих я тоже несколькими умею я тут с бояшином мяукнул и кот бросился буквально на экран пришла девочка карте зовут наташа и говорит а можно я сделаю математическое отделение он в это время с каким-то огромным то ли питоном то ли удавом да с каким-то зверюга какой-то вот этой змеиный общался общался и сейчас погоди сейчас обсудим пока подержи развернулся и туда метро на руки такая стоит ждет а он пару секунд степ там оборачивался и говорит все говорит математическое отделение одобрено забирает да ну хорошо я даже не испугался вообще-то было опять же хотела сказать чуть попозже но если ты пойдешь и члены тела спик нам школу с рукой взгляд это же гола когда у нас есть зум курсы и ну опять зум ты сидишь обычно пытаться людей своей как тебе доставать нет я на самом деле другие бываю сижу то я все-таки в измайлово и я люблю физическое общение я ненавижу двум честно я вну мне приходится понятно сейчас приходится кое-что вести но я терпеть этого не могу как бы сказать живое общение меня спрашивают как же так у тебя канал ну да у меня канал но я люблю живое общение да ну на канал мы записываем выкладываем для всей страны я же не могу сегодня приехать во все города значит как гранте написали у леночки селецкой гранте дети и наука написано виду ограниченной возможности алексея саватеева побывать в каждой школе российской федерации мы предлагаем курс 100 уроков математики в его исполнении в интернете то есть это не от хорошей жизни от того что я не могу раз тысячи лица и и приехать а у вас люблю я именно так я люблю физически прийти к детям и говорить но никогда не просветишься просветишься да чудотворство будешь присутствовать во всех школах я понял когда я сдохну мой дух будет да мой дух будет витать из школы для этого не нужен будет самолет зум нормально на самом деле наши а вы а ты зуми пока ведешь или она будет нормально это все начиная на все зуми это поскольку у нас аудитория от нивизеландии до аляски поэтому проект на 8 когда всех собирать началось это все в мае когда нас всех позакрыла и мои знакомые родители полезли на стены и попросили чем-нибудь занять про зверушек и детишек а я до этого детям специально не рассказывать и дети постоянно смотрят все как у зверей потому что я стараюсь рассказывать так чтобы было понятно всем начиная с домашнего кота и с детям и тем более вот и тут это так хорошо пошло что мы решили что это надо всем почему только детям наших знакомых и у нас теперь есть такой зум-клуб юных натуралистов все как и зверят и там уже кроме меня там дробишевский дубунин читает а ты не думала сделать как бы локал вот оффлайновый и одновременно зумовый есть в некоторых местах есть такие смешанные форматы то есть ты приходишь читать живым детям на самом деле живым да но смотрят тебя также и куча мертвых но смысле мертвым очень обидно в этом случае потому что они чувствуются мертвым вот понимаешь вот в этом все есть вот в этом и проходит вот эта бифуркация которая делает онлайн образованием для бедных что типа живые сидят живые богатые сидят прямо здесь вот так вокруг золотеева но скорее просто кто в москве рядом был подвигал поэтому они не ну понятно да нет в онлайна проехать конечно тоже участвую чего же там давай как мне пришло раз в лекции типа привет всем а вот математика ну давай хотя бы 3 ты чё давай 5 у тебя уже 5 о господи да было недавно 4 какой-то ряды фибоначчи как-то ты хочешь образовать вообще чтобы генеалогическое древо складывалось в виде золотого сечения ну я бы просто вот просто познакомился с аудитория туда я живу когда много народу ты приходишь а там вот если с той стороны много народ чувствуешь как бы как будто их они материализуются в одного живого да ну это просто да это же обмен всегда это диалог то есть и у тебя чем более крупная аудитория перед тобой тема более энергетически заряженный диалог я даже не знаю как это объясните прям это чувство ну я бы объяснила именно на уровне диалога потому что для меня это самая одна из самых важных категории в культуре вообще диалог в принципе основа культуры сознание это два знания два знания конечно конечно вот и соответственно два сознания находится в околебленном режиме и соответственно чем больше интенсивность любой стороны тем больше интенсивность колебания вызывает поэтому конечно же большой зал которым ты умеешь там поменьше наладить контакт это кайф который вообще просто не с чем сравнить да но нас его лишили но нас его лишили блин вся эволюция это история про то как тебя чего-то лишают а ты отращиваешь что-то такое что компенсируешь эти лишения поэтому если ты не хочешь лежать на периферии эволюции я отрастил пока себе антитела и еду в новосибирск живую лекцию сейчас проводить когда живую настоящую 30 ноября 30 ноября прям сейчас понедельник так классно у меня родительную смысл кружок перед этим спасибо что ли да и да ты чего да и я уже гадема или из главного угадайте число угадай почему я не поступила на биофак хотя статья класса узнала что я поступил на биофак конечно же потому что в инду на биофаке надо давать математику а моя математика закончилась на арифметике я была круглая отличница класса на вот и математика у меня была тоже такая классная математика так иди дружочек начинаем про страшные вещи говорить вот а потом началась алгебра и все меня как отрезала x и в общем было понятно что что угодно я могу сделать но сдать вступительный экзамен по математике я не смогу поэтому я поступила на биофак в томске вот поэтому у меня большой большой вопрос от чего вообще зависит в принципе способность человека к математике то что смотри у меня есть некоторое предположение что в этом есть определенные генетические компоненты то есть это довольно врожденная штука на по крайней мере какую-то часть и в принципе все наши элементы поведения они в той или иной степени детерминированы генами ну не совсем детерминированы а гены на них влияют некоторые вероятностную какую-то корреляцию дают но у меня мама в принципе оба родителя технари папа электронщик инженера мама инженер проектировщик электрических сетей и при этом старший класс старший как раз классов у нее было прозвище софи ковалевская очень она да на математик я просто я взяла задачка у меня так вот прям дайте мне решить вот для нее это было как она это описывает это примерно так же как я например там знаю выхожу в лес и смотрю на какая-нибудь штука выросла или какая-то штука углезлилась и я смотрю мне нужно понять что это такое потому что пока я не пойму и вот это прям главный дофамин а вот у мамы это было и собственно есть и у моего ребенка тоже хотя он уже 25 нормально но еще пока он был маленький а он вырос в максимально не математической среде то есть я сделала все чтобы ребенка не окружала ничего из математики сделать они специально просто просто вот этим не менее выиграл ходилки к математической олимпиады ну да я провели как-то аккуратно мимо твоего мозга и провели да я зажата на тихо 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 не смотри сюда не смотри здесь то здесь женя тихо математики да не смотри движение а то начинает поймет и очень интересно почему для меня было китра в связанных с плохим хорошо скажи первое что ты не поняла вот ты понимаешь такое умножение много раз сложить да вот что-то первое что ты не поняла скажи я сейчас тебе объясню я могу сказать что я конечно не помню что первым я помню что это последнее поняла последнее что я поняла это было это было на курсе вышки на биофаке это были матрицы смотрится на меня было очень видно это арифметика есть просто другой а ну вот все вот то что пошло за матрицами меня уже это мой самый распространенный кошмар не до сих пор становится что я снова либо на первых курсов универа либо чаще в школе и меня сначала я как бы так шутку туда прихожусь потому что у меня на самом-то деле уже диплом я тут как самая умная сейчас посижу просто какое-то время понаслаждаясь собственным превосходством на своими там одноклассниками которые почему-то все еще там учится а потом какой-то момент ты заигрываешься я думаю что сейчас вот этот сюжет который очень многие узнают потому что наше наше сновидение очень часто выстраиваются именно в виде этой истории и тут передо мной вдруг начинает маячить а перспектива сдачи экзамена по математике хотя сначала это сон да это сон это повторяющийся сон хотя сначала вся эта игра начинается с того что ну я пришла в школу ради фана и могу в любой момент найти вдруг почему-то тебя как воронка их затягивают в это необходимо ставать экзамен и он все ближе 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 а ты при этом понимаешь что как было петь в этом плане так и осталось издать ты ничего не можешь в принципе и сейчас ты хотят пришла как бы папа это по повозвышаться и подоминировать над своими одноклассниками часто и просто обделаешься ужасным постыдным образом и это неотвратимо иногда даже доходит до того что я уже сижу я уже получаете билеты смотрю в эти ряды цифр и и ну и тут просыпаюсь конечно и вот это вот бесконечно продолжается вот что и но хорошо давай поймем вот смотри вот с чего все таки значит и пол ты ты поняла ты значит к умножению что такое возведение в степень ты помнишь ну да в принципе вполне да ну там считаешь комбинации считаешь сколько комбинации вот сколько букв у нас 33 а сколько трехбуквенных слов не обязательно осмысленных я понимаю про какое слово да мы сразу подумали ну вот рассмотрим все трехбуквенные слова не обязательно осмысленные слова и твердый знак ща это тоже слово сколько тогда этих слов всего ну много мнения давай вот точнее то есть я хочу пощупать где именно ты вот где остановился мозг и дальше не хотел идти что я делаю я как бы беру мозг да вот я профессиональный и знаю как это насильник мозгов я беру мозг его на силу вот сейчас я буду насиловать твой мозг блин хорошо господи сон сон начинает сбываться так вот смотри вот пишем какой-нибудь трехбуквенное слово например юх да ну случайно взятая совершенно вот ну и потом значит посмотри я здесь 57 школа знаю я вас между прочим один урок 57 провела биологию пока еще дети еще не испорчены и первой сентября я успел в клинице и рассказать но смотри давай а вот дух например слова или нет слова пух но это уже во мне какой-то этот самый как бы во мне играет уже какой-то лингвист но например лух это не слово но мы будем считать что это слово да то есть я меняю вот эту вот букву а эти две сохраняю вот сколько я тут выпишу комбинаторика можно я скажу просто как это называется ну смотри вот здесь вот здесь вот здесь да я ничего не меняю здесь у меня так и будет все время у сколько разных вариантов я напишу ну 4 на 4 16 нет вот я здесь перебираю а б в а вообще все вообще да е е е е е е ну все у нас там 32 33 буквы на 33 буквы последняя буква я то есть я сюда могу поставить до 33 варианта правильно а теперь смотри вот здесь было 33 запомнивали теперь мы поменяем на что-нибудь теперь я не секс это женская комбинация у млекопитающих и мужская комбинация чего хромосом хромосом хромосомы половые у нас есть половые я кстати слушай насчет половые я когда открыл твой youtube-канал там самокуплялись жирафы я бы думал что это сам про самокупление кстати я прошу прощения прошу прощения перед нашими подписчиками с этого момента школьники до 18 лет лучше пусть не смотрят ближайшие пять минут потом наверное мы перейдем другим темам вот я много раз видео как я извинись собака мужского пола прыгает на собаку мужского пола что-то делать странное переваривали года сексуальное поведение либо гомосоциальные когда рыба гомосексуальные поведение этой собака запри issue на другую собаку исп при какие-то желания какого-то полового порядка либо это был социальные поведению и собак к запрещу я она таким же неặtтям демонстрируя что я обезьян и обезьян и отличить одно от другого крайне трудно и вот здесь вот как раз на тех отличиях которые вероятно существуют между этими двумя типами поведения и находится вся вот эта проклятая зона из-за которой это все бывает такая прям тема кнопка на зоне это не обязательно гомосексуализм это вот гомосоциализм но границу между ними гомосоциальных границами невозможно потому что сексуальность и социальность у нас настолько тесно перетянуть даже у собак даже в обезьян а уж и людей это тем более смысле ты хочешь сказать что если я просто нормальную это микки нормальные отношения там с женой то я уже ее как-то подавляю что ведь а я устанавливаю верховенство этим все понял верховенство в семье жираф и зона собаки я говорил что начнется какой-то кошмар потому что моя мысль начнет действовать во все стороны сразу после картинки про жирафа и не будет за ее трудно будет короче смотри это на самом деле зона не определенности проблема вся в обсуждении что движет двумя жирафами или двумя кабелями да господи у нас это на уроках со школьниками обсуждаем что это за что это что это за 18 минус который нельзя поговорить о животных это происходит мы не делаем короче на самом деле вся проблема в том что у нас нет устройства вывода для поведения животных мы не знаем что не движет данный момент мы просто видим факт который видим поведение которое осуществляется что под ним стоит мы ну можем больше мере догадываться более того эта система то есть устройство вывода у нас не разработаны даже для поведения людей потому что когда человек там запрыгнет на другого человека на какого пола он при этом есть извлечь из него что именно в этот момент и движет достаточно сложно потому что как говорит ты знаешь сейчас ты какой-то внуки коснулась как говорил этот доктор доктор который говорю что все будут нет да тут все немножечко вы как основство рига в эту секунду да да это вот я коснулась когда сказала слова эволюционная биология потому что в теории игры есть такая тема эволюционный стой был стратеги есть понятие равновесного поведения устойчиво от маленьких внедрений поведения другого типа но есть такой вот концепт теория игр если я правильно понимаю теория игр то она вся строится на угадывание этих мотивов на предположение то есть она строится на двух словах если то ну как ну как бы это вообще биология если то это вообще да это просто главный принцип биологии нельзя сказать что вот теории игр просто есть более специфичные вещи говорится что если вот это то а дальше идет кучу математики потому что вот если то тогда ты видишь что математика возникает то есть это как бы та часть рассуждения вида если то которая может быть очень строго формально проведена до конца до каких-то очень далеко идущих часто выводов но вот то что ты сказала о реконструирование мотивов увиденных нами шагов это классическая там теория игр это как бы припит под приписание функции выигрыша игрокам приписывания смогли приписать функции выигрыша игрокам как они устроены мы начинаем угадывать их поведение проще рассчитывая равновесие наши там или какие-то еще равновесие более сложный вот это как бы это 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 сейчас коснулся или игр до юридер такая штука которую знаешь можно не глядя то есть вот так вот значит нет нет грани никакой гомосоциальное и гомосексуальное поведение переплывают друг друга нет границ между видами вообще границ большая проблема с границами чудесными живой природы не знаю как математики соединка что у вас границами как раз более-менее все четко вот это либо это число не бывает хотя у вас есть тоже уходы в бесконечности вот здесь отрезок 01 на нем есть бесконечное количество чисел любого размера и прибавить 1 миллион значит чуть-чуть изменить числа на стошники границ нет если речь идет о непрерывной математике ну действительно есть дискретная математика математика разная бывает вот в биологии нет дискретной математики там все такое опять же ты же сейчас сказал биологии нет дискретной математики и сразу же понимаю что конечно же я подумал что кошка и собака они не похожи они не приплывают друг друга да нет же посередине между кошкой и собакой чего-то или есть есть конечно есть всегда общий порядок кошки и собаки и он не нет я имею ввиду что есть между нами например грубо говоря вот кошка да говорение языками сейчас говорение языками а вот этот пёс да вот такой да разве есть что-то что гуляет там по улице что было бы до половины этими твои на этим или на треть этим на две трети ну а ну как бы не гуляет уже она лежит уже под культурным слоем но была . которая была общим предкам и она была ровно пола пополам то есть и у собака и кошек есть это произошло и потом произошла муфуркация на кушковое село и на псовый и пошли котики и я и гиены и вимеры и пошли песики и медведи и тюлени и еноты два медведя у кота тоже да вовсе предок то есть и все вот это вот вся венитационная древа этой системы инфурка а что за хромосомы вот что это за x хромосомы какие-то у млекопитающих полная принадлежность у нас есть несколько есть набор хромосом и а одна из пар то есть одну часть мы получаем от отца другую часть мы получаем от матери и они все ответственны за какие-то свои признаки и есть одна пара хромосом который отвечает за то какого пола у нас будет организм и если от при опять же комбинаторики возникает комбинация из двух иксов и от папы пришел x и от мам пришел x получается девочка а если от мамы пришел x от мамы ничего другого и не может прийти от мамы от мамы всегда из идет да потому что девочка это 2x а девочка 2x да то есть притом половая хромосома y она реально хромосома это не просто это не абстракции физически такие маленькие штуки если ты посмотришь на видео изображение микроскопе видно что она реально и по сравнению с иксом она отличается тем что у нее нет вот этого плеча она реально очень маленькая и и и в общем по сути все что в ней записано это как собрать мальчика на базе женского организма потому что все мы изначально развиваемся по женскому типу но если у тебя есть x y хромосома в листе x а в какой-то момент она включает регуляцию экспрессии туи генов так что они ведь так короче половые губы сращиваем пенис не вырастает оставляем в виде клитора молочные железы тоже не пойдут а гормональная регуляция рецепторы к тестостерону все вот это вот и на выходе тебя получается мальчик вот хотя изначально до какого-то момента развивалась как девочка и ничто не посещала вот и конечно же есть разные опять же согласно я понял я у меня была я совершил роковую ошибку объяснять и математику когда ведомые неприличными ассоциациями написал здесь буквы y и x по английски потому что мы сразу перешли на хромосомы зато я узнал зато я узнал что это вот девы нет наоборот это девочка да а это мальчик да это называется перехватить повестку но я сейчас все таки значит сейчас я я временно я нет так на самом деле повестка сегодня твоя потому что ты гость но я временно тебя все же хочу я хочу тебя весить степень давай тебя этому научить смотри батарейки пишешь со слабой надеждой и надеюсь я вот это я тебе обещаю сколько слов и строй в буквете объясню но пока давай действительно вот вот право к вида нам уж перековиделись да мы перековиделись я не знал что к виделся ты знала да что к виделась я узнал через месяц когда сдал на антитела а тебя засадили на социальный карантин ну нет ну если бы обратилась куда-нибудь то наверное все понятно то есть да я тоже не обращался я сижу в деревне мне просто очень трудно чтобы обратиться мы сейчас живем в деревне кукуево с условно что кукуево в реке плывет топор из села кукуево она не совсем кукуево очень сильно не похоже это под троицком у нас такое местечко среди лесов затерянных кабаны леса грибы хотел бы посмотреть на чек-то там по лыжам но уже там белого леса там не пройдешь вообще вот в общем мы живем такие затерянные сугробах и когда когда началось вид ковидство да а я поняла что ну вот она при том судя по стадии по симптомам это легкое течение и куда я сейчас буду звонить зачем чем они не помогут привет скажут локи у вас легкое течение ковида скажу спасибо вот что делать не делайте ничего или скажет принимайте антибиотики я скажу а сейчас ну и в общем быть неудобно и и людей отвлекать и ничего доброго не скажут очень не стала я ты использовал какой-то протокол лечения мне не было необходимости в каком-то особенном лечении было 3 дня температура 37 8 я единственное что то же самое у меня был то же самое принимала антикоагулянты несмотря на свой страх и риск хотя это препятствующее образование тромбов препараты вот у меня вот и поскольку действительно похоже эта история вся очень сильно завязана на микротромбоз и ковидный хвост последствия которого мы сейчас испытываем он тоже похож на то что в моих представлениях должен давать микротромбоз все вот эти вот эти голова нормально работать голова ничего единство что стал кажется я забывать больше чем раньше и вот это знаешь удержание внимания и вот эти вот паузы меня с физикой стало хуже 45 километров шел на лыжах в субботу и медленно шел вот я бы в нормальном состоянии быстрее шел шел медленно в общем я чувствую что я бегу за автобусом обычно я вижу автобус в общем где бы я не видел я его всегда сгоняю в москве автобусы медленнее чем бег но значит до остановки я всегда успеваю добежать и вот тут недавно я как бы вдруг понял что мне просто реально очень тяжело бежать короче очень похоже на картину микротромбоза потому что например у моей мамы они не родиться тоже перекалились тоже в ноябре нас тут был веселенький ноябрь и а у мамы например сел слух а у нее до этого как-то такой вот слух это был тот орган который мне были вопрос здорово просила послуха у меня была динамика по зрению как раз и зрение и в общем такое ощущение чтобы для тонко там и становится так не неспокойно а это как раз может быть связано с микротромбозом потому что нарушается капиллярное кровообращение и соответственно кровоснабжение этих вот и поэтому я антикоагулянты да я закинула поскольку меня нет склонности к кровотечениям не делайте так без врачей рекомендации потому что можно можно нарваться на серьезные побочки антикоагулянты это не не просто так вот и все пожалуй и в остальном просто сидела ждала когда пройдет и меня поразило то что конечно ковид не похож на что это не такой не грим даже близко сначала когда вот шла острая фаза я еще знаешь так у меня был такой суперменс такой класс я прохожу по легкому сценарию это легче чем какой-то тяжелый орли ты не лежишь в лёшку ты не 39 и как наоборот какая-то очень бодрые деятельность пиш малый листом только сняли кучу видео для нашего канала кита стримы ты будешь тебя прям такой какой-то странный бодряк идет и а потом когда это острая фаза заканчивается у тебя начинается 3 недели примерно восстановление и вот восстановление это капец это очень нашу тебя не ух теряла да да не терял полностью то есть нарушает сон нарушает даже не то что концентрация и внимательность и объем памяти и а у тебя постоянное ощущение измененного состояния сознания смотришь на все а все какое-то такое знаешь как будто бы немножко не настоящий и и первую неделю это интересно а потом две недели когда у тебя просто организм восстанавливается вот этот самый самый мрачняк как каждом другое просыпаешься не чувствовать никакой желание просто вот так примерно описывают депрессию и куда и вот конечно нет никакой динамики нет вот этого воодушевляющего чувства выздоровления к этому классно там гриппом такую неделю поболел а потом так вот с каждым днем тебе все лучше и лучше а здесь этого нет и вот это конечно очень сильно напаливается и в общем три дня болезни 3 недели восстановления и вот сейчас как раз у меня 4 уже четыре недели и сейчас как раз я уже среди среди живых суши а я вот я летал в нальчик мне нужно было там вести лекцию на на огромную аудиторию мне утром было не не по себе но понимаешь вот честно тебе скажу смотри вот некоторые мероприятия настолько важны что даже к вид меня бы есть наверное не остановил я не могу их кинуть я должен был ехать класс вот и ничего ты сеятель такой ты поехал в нальчик и оставляя за собой шли дальше я выяснил я выяснил я выяснил значит из слушателей со мной в машине ехал за рулем он переболел дальше кто в самолете летел туда и обратно рядом со мной сидел почему не купили там бизнес потому что там я не помню почему короче получилось так что они купили мне бизнес и он сидел вот так со мной вот тогда самолете и потом все эти дни вместе он не заболел и ничего вообще не заметил его он бессимптомником стал это не до этого не проверим никогда вот этот девушка тоже не заболел который ездил туда в горах мужик не заболел который хотел со мной но в горы но на воздухе он как бы не очень передается это известно но что касается помещения я специально потом выяснял мне написали что ничего страшного либо они очень вежливые либо все-таки нет но я не летел с волны уверен что это не к вид начали потому что я я встаю мне не очень но у меня как бы брюхо такое что его как 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 чуть что ему не очень а мне как раз как начинается все все болезни начинается у меня сто процентов но и там думаю ну ладно что-то не то съел или что-то такое мало ли что нормально я же не могу отменить мы готовились полгода к этому да к этому мероприятию пир там первое такое занятие с будущими учителями школу я математик все такое да короче полетел прилетел все правил плохо мне плохо реально там было плохо но там вот мне было плохо более чем на ту температуру которую у меня было то есть как бы было 38 было плохо на 39 40 но я уже никуда не могу отступить в горы поехали потому что уже договорились ехать ну ты прям поперся в горы и острый я не могу не могу изменить план у меня такая у меня такая срочность я не могу изменить план нельзя менять планов а то меня вот есть план он должен быть выполнен и мне конечно в этом плане когда вот весна отменилась несколько поездок но у меня было полное оправдание что отменивых я их отменили принимающие там куда я должен был лететь никакого вид еще по мини не но все под козырк у всех нас как раз москва карантинец и значит все должны карантинец ну понимаешь вот ну и как бы вот я так сказать сидит он туда и потом я вернулся дальше самое интересное было дальше значит так как у меня очевидно что то есть то я бегу сдавать анализы сдаю но сдаю я не пцр антитела потому что ну дурак не знал раненького что-то барин я не то сдавал ну как бы я думаю что надо сдавать на нас давать антила их нет я бы ну все у меня не к вид я гриппу дома там ну малышня такого размера до девочка маленькая в общем решили что родители живу на всех случаев пожилым родителям но отца мы заперли отец как бы отца заперли то есть отец со мной не контактировал контактировала мама мама не заболела никак как это значит инструкция как нельзя делать боженька любит идиотов короче да ну не добавив до конца жена это приезжать ну ладно уже будешь добавлять дома ночью сколько мне дома сидеть вот приехал домой и там через день у меня пропал нюх вот через день то есть я приехал уже без температуры у меня было 36 и 9 но ты знаешь мне было холодно все время то есть как бы такая вот странная ситуация что тебя все время знабит то есть как бы какая-то я говорю но вот такой странный гриб говорю либо я ковидом болел да нет да какой ковид забей ну вот и приехал и у меня пропал нюх вообще вот понимаешь говно не воняет интересно ази не пахнет ты представляешь себе такое вот старая так у меня вместо вместо говном тазе было был бальзам звездочка интересные реперные точки на которых у людей ломается мозг у тебя вот это вот звездочка и она не пахнет вообще как а вот эти унитайзеры санитайзеры в метро до которые вот сюда запах детства да этот спирт никакого вот так вообще нет метро делал в это время нет так я же не знал я буду не слушать это точно к вид ухтю до балл она всегда попадает не в прибыль и забей нет все хорошо температура есть нет настроение хорошее отличная говорю все ну заразил его разразил ваню всех заразил ну короче это самое после этого я должен лететь сочи в sirius лагерь детский sirius они говорят антитела пожалуйста безусловно пошел сдавать антила спустя четыре недели после нальчика жежки и даже эмки ныть опустили нет конечно а почему если здесь антитела у тебя уже нет вирус купленки сказали что раз чуть-чуть я мог есть через неделю после появления симптомов а если ты не какой-то полностью иммунодефицитный человек у тебя уже нет вирусных частиц которые не пустили это был большой спор пытались доказать подали что-то сделать но не пустили вот короче я переболел ощущения такие я никогда в жизни не терял нюх а здесь его потерял вообще и три дня его не было совершенно это единственное что я действительно помню вот это вот так сказать ощущение что не пахнет она это это передать невозможно а мы сняли то есть когда вот я просто обнаружила что это всего нет и мир вообще ничем не пахнет пахнет как на международной космической станции я значит выложила там всякие луки чеснок и все вот это вот и такой как этот тип видео называется когда люди видят что-то и рассказывать что они при этом чувствуют это был такой знаешь вот этот тестимониал который мы заслужили ты ешь и все ничего и откусываешь вот так лук и говоришь что это яблоко вот и стало понятно зачем вообще нам обоняние и насколько ты на самом деле без помощи без этого какого-то древнейшего чувства древнее чем обоняние только осязание и когда ты заходишь на кухню и понимаешь там краешь холодильник достаешь что-то и понимаешь что ты не ты не знаешь еда этой линии и тебе приходится слава богу аку-аку у нас не заболел мой муж художник нашей программы и он у нас он был знаешь вот как в оке око циклона вокруг него все все как у дверей полегли так и сидел рисовал мультик режиссер аниматора на студии пилот но участвует союзным фильмом и делать мультик по кентерберийским рассказам чёсера там у него есть продавец индульгенции и действие происходит во время чумы европейской аку все это переделал под соответственно 21 век вот двадцатый год и вместо чумы там каи и он уже несколько месяцев сидит и просто круглые сутки фигачит этот мультик у него там смерть ходит по городу и все вот это и я так понимаю что он просто себе нарисовал уже каких-то антител потому что вокруг него говорю все вот а он как сидел сами выработать сразу просто генетические комбинации которые сейчас пытаются вычислить люди которые вот так вот как твой сосед по бизнес-классу или там как он директор ажи фирмы они вообще должны бы по-хорошему пойти и сдать на генетирование посмотрите такое и если у всех вот этих маклаудов бизнес какая-то общая генетическая комбинация то предположительно это комбинация и будет давать иммунитет от ковида и возможно возможно как-то пригодится вот и в общем приходилось андрюху звать чтобы можно понюхать и вот это единственное реально единственно что мне запомнилось больше ничего в остальном это был обычный мегрик совершенно обычный который бывает раз в год полтора понятно видишь ты человек с лунный видимо как-то игнорирует свою биологическую составляющую ну смотри если со мной как бы я главный point главный мой общий контакт с миром главная моя интересующая вещь вовне это биологические объекты то есть если я вижу что-то живое а ты везде видишь что-то живое если даже ты не видишь то знаешь что что-то живое все равно есть даже если это мкс все равно в нем что то есть много и поэтому это вот твои какие-то порталы через которые ты выходишь во внешний мир из-за которых ты не окупленная вот некая сущность себе а это то что тебе интересно во внешнем мире а то куда движет свое любопытство то и идет туда и ты идешь вот если я интересует все живое да так вот меня на прежде суй там уравнение который дается на большем уровне абстракции у тебя примерно насколько я могу понять насколько моя теория сознание твоего верно ты испытываешь тот же самый острый интерес когда видишь закономерность абстрактные абстрактные величины мне не постижены из которых применение все это состоит я вижу раковину ты видишь ряд хибоначчо и мы оба так а смысле где периметры если посчитать вот так да мы мы оба можем состоять и смотреть на какой-нибудь вот проросток папоротника и оба обмирать от того что боже лёша смотри какой кайф даже не убирать не кайф но ты при этом да а я буду видеть юный папоротник который сейчас развернется и начнет там вот и и поэтому для меня заболевание вообще изменение любое состояние моего это изменение характеристик биологического объекта который постоянно меня есть его наблюдение как например изучают опять же работе мозга какой отдел за что отвечает исследуют истории повреждения то есть инсультные больные это прям просто золотое дно для нейрологов ну что когда у тебя отключается какой-то отдел мозга у тебя выпадает какой-то фрагмент поведения например и таким образом мы смотрим что а здесь у нас кровоизлияние здесь вот омертвевший участок мозга и у человека отключилась такая-то часть личности он стал изменилась так-то эмоциональности изменилась так как это двигательная область видимо это как-то связано вот и точно так же как у тебя когда у тебя происходит какая-то болезнь у тебя происходит нарушение своего обычного режима функционирования ты вдруг вспоминаешь о том что у тебя есть тело потому что у тебя начинает когда-то ковидный ты пропустил ковидные ломаки это вообще конечно это фантастическое ощущение ничего не происходило фактически ну вот я говорю что не да я думаю что происходило просто ты едешь ты ну ты на ты более абстрагирован видимо от твоих телесных ощущений потому что я не верю что если у тебя было 38 38 это нормально и ты еще перся куда-то эти было плохо но ты не можешь определить как мне было не было мне обидно было нашим делал я всегда всех обгоняю а тут я не могу догнать нашего это моё кредо да я очень быстро хожу по горам ужасно вот это я понимаю это очень неприятно я ненавижу все затылки когда кто-то поднимается быстрее меня тоже подъем ты тоже любишь да я верха так сейчас 18 плюс я верхоёб это это люди которые вот всегда выбирает верхний путь есть как бы вот не заплеты и верхоёбы наш да в горах это в группе до в любой туристической группе одни кричат до чего ты опять полез чё ты верхоёбством занимаешься иди вон вон туда в это самое вон же тропинка отлично это так да мы же оттуда посмотрим дальше вверх мы же оттуда вот туда вдали увидим да так нужно опять подниматься блин мы весь день поднимаемся лезем в этот перевал чертова ты опять полезешь вверх и вот так полгруппы хочет туда полгруппы сюда вот эти вот такие а эти такие да и всегда когда есть есть опять же выбор идти вниз или теле или эти прямо лети вверх если выбираете вверх но я мало ли чё потом будет а сейчас я просто люблю чем и тут я я я это делаю быстро а тут я не могу сделать быстро мне вот вот у тебя какие-то иерархические а вот любой телесно-ориентированный это тоже гомосоциальное поведение да то есть быть быстрее чем твой вот рядом идущий это тоже да гомосоциальное поведение господи нет просто это нормальный потребность питерсон бы сейчас сказал что и это твое так и так себя проявляет встроенный в тебя иерархия доминирования общее для всех гомос здесь вообще совершенно обязательно всем и иерархические существа а ориентированы на то чтобы занять общество в котором нет дифференциации по цвету брюк как в киндаза да вот ну на самом деле просто ты относишься к той части той страти для кого место иерархии и какое-то значение а при этом огромное количество людей которые вообще ему на этой иерархии по крайней мере в таком вот виде например то же самое акваку на на моем и на твоем месте он бы просто вообще считал нас просто какими-то этими это суетливыми кроликами куда-то побежали он сейчас спустится с холма и медленно пройдет эти километры лучше чем вот поэтому нельзя говорить что это у всех есть но вот у тебя это есть меня это есть я хорошо это понимаю но это не обязательно для всех так вот любое телесно ориентированный человек на вот месте где ты говоришь о я не смогли теперь он расписал бы такую кучу симптомов потому что ну конечно ковид это очень очень телесное интересное состояние и поскольку это опыт который просто все вдруг очень массово прошли то есть очень сложно пройти такие вот интимные какие-то я бы даже сказал какой-то изначальном слое именно личностные переживания пройти их прямо значит всей популяции по крайней мере большим процентом и все сейчас проходят через этот трансформирующий опыт а это реально трансформирующий опыт непонятно в чем пока что заключается трансформация вот но в любом случае это очень много очень много нового про ту как работает какое-то время все люди вдруг сидят и они вынуждены слушать что с ними то есть это не грипп потому что гриппа все более-менее привыкли они понимают что они сейчас зашли в какую-то новую территорию неведомого территорию хаоса и они сидят и прислушиваются что с ними и выяснили тему какая-то мета теория такая супер высокоуровневого как бы очень высокоуровневого отсылки к очень высоким уровнем вот архи что так и все вот население население еще никогда вот до ну там по после второй мировой войны население наверное не было состоянии когда все были погружены чем-то одним может когда гагарин полетел после этого не вторая мировая для миллениалов шуман назвала пандемию вторую мировой для миллениалов мне кажется это лучшее определение как бы не было фокусировки всего человечества на чем-то одном если это долго не происходит видимо у человечества возникает тоскапанья и вот как бы очередной повод он дал даже без всяких вот там много там споров там он рукотворно не рукотворный кто-то нами управляет или не управляет но даже если мы оставим любые соображения связанные с заговорами до мировыми правительствами и так далее что несомненно для меня что очень долго у всего мира целиком не было какой-то одной общей темы для обсуждения начал всех и вот он пришел и стал и и это и это согласились еще место после не было да и согласись согласись это очень такой гуманный вариант сравнению с кем-то нашествиями полуметян я еще и снова говорил что у него все так это самое визжат ну вот ну кавитка видно переболяемся и все кто-то умрет жалко биологам понимать аргумент что это же естественный отбор разве нет вот я я не не почему я математик да я много раз я поймал о том что я математик говорю биологам что это же естественный отбор идет вот здесь это это как часто журналист спрашивает а вот вы так много рассказываете про биологическую подоплеку там чувство любви а как вот вы после этого там любите своего ребенка своего мужа если вы знаете из чего это состоит это вообще разные вещи одно дело естественный отбор руки у нас мы проходим через бутылочное горло и муча другой стороны когда твои рода и собственные родители и нам понятно но нужно же уметь отделять ну как бы свою свою опыту нужно всегда подниматься над своим опытом это сейчас как бы в интернете постоянно спор идет да там какой ну ладно я там очень большой к вид диссидент не в смысле тоже его отрицаю а смысл того что я считаю что здорово общество не будет все там нахрен уходить там на карантин особенно школьный и я спорю все время и вот мне приходят там типа вот а как же так а вот моя тетя или там брат жены вот умер слушайте ну смотрите вот есть свой опыт а есть ну как бы холодное принятие решений да 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 это понятно если ты если ты руководишь огромным я всегда себя вижу руководящим огромным коллективом я никогда не руководил но всегда себя так и выше вижу да как бы императором и как император я должен подняться над любым личным опытом переболел я не переболел совершенно неважно сколько если бы я был при грани там преснете да не месяц валялся вот меня друг один он был моих воззрений что нахрен это все там карантине потом он переболел переболел ужасно он валялся через три недели температуры 40 ну правда без как ты выжил до без госпитализации он был но он говорит что сна нет просто невозможно заснуть и он ведь все говорит я изменил мнение ты не прав я бы то есть ты из-за своего личного опыта изменил мнение то есть из-за того что тебе было безумно плохо во время к вида ты решил что все должны сидеть на карантине молодец поздравляю но ты не поднялся над своим личным образом а из-за чего мы еще можем изменить свое мнение кроме смыслом как император мы должны смотреть только в среднем сплав тот император который получается не посмотри он как раз хорош потому что есть император из-за того что у него мама умерла будет по-другому к этой беде мне относиться это плохой император я знаю как рассказать что ты сразу поняла вот 33 ветки это дерево я понял как тебе задеть стабиолог я тебя сейчас задену деревом смотри а б в гд это ветки последняя их 33 это руку русского поведен но после того как я побывал на одной из веток мне нужно побывать еще на одной это вторую букву написать то есть на первом месте у меня 33 варианта выбора буквы это вы умеет чтобы написать все же ветки должны быть 33 совершенно верно теперь ты поняла почему я теперь умножаю на 30 потому что каждая из них дает умножение на 33 33 ветки дает еще раз умножение на 30 до а ты до этого не переводила на вирусы смотри вот и вот здесь тоже второй буквы может быть любая и вот ты сюда пришла с двумя буквами уже вот например это в а это х это слово начинается на в их и здесь было же а здесь о это солнце на живо но трех буквально поэтому это не то слово жор жордан вот а теперь дальше идет третья буква понимаешь 3 она тоже имеет 33 выхода из каждой из и понятно что ты просто еще раз умножаешь на 33 ничего сложного просто просто очень много 33 в кубе 33 умножить на 33 умножить на 33 или примерно 30 с лишним там 35000 трех буквенных слов ну вот так сказать продолжение ты здесь найдешь отлично а пока расскажи про вирус фрактальчик вот смотри почему я могу положить что твой приятель изменил свое мнение хочу сделать выпуск с названием творец наш вирус творец на аренда поскольку примерно половина нашего генетического кода это остатки вирусов которыми мы когда-то наши клетки болели а вирусы обладают способностью встраиваться вирус это флешка который встраивается в организм захватывает клетку захватывает продуцирующие то есть к твоей клетке это заводик в него его захватывает вирус убит так все все делаем мои копии и клетка такая ну клетка что такое ну ладно давайте делаем твои копии берет вирусные рнк как инструкцию и начинает производить вирусные копии вот и ну и приходит болезнь приходит иммунитет всех разгоняет либо все погибают вот но при этом вот эти флешки могут встраиваться было твой собственный генетический код просто на всей части для вируса это вообще идеальная стратегия потому что тебе после этого не надо никому заражать ты генетический код который часть большего генетического кода и когда организм делит а мы все делимся и он делит соответственно и эту вирусную то есть мои пять детей если бы я перебарил коронавирусом 20 лет назад все были бы но смысле этим устроился он меня они бы все были встроены куда если и они сильно радают по 5 они все мои вот это плодовитое поколение она пойдет с этим кодом и это то что вирусу нужно да да не все вирусы так умеют но например у них умеют которые встраиваются в зародышевую линию и потом могут вечно воспроизводиться например млекопитающие у нас есть суперспособность вынашивать детей внутри утром на потому что у нас есть плацента здоровая лепешка которую ты может быть даже и видел такая очень страшная штука просто лепешка огромная которая с одной стороны плаща медилка прикрывающая 5 детей вообще где-то мог где-нибудь мог я всего один это увидела ну вам в процессе родов сначала они не я я ни разу не учат а ты же дат и биоотрицатель заказы для комбе отрицатель вот помешь если бы я ты называешь биоотрицатель мужчину который не участвует в родах жены так это же интересно ты чё это самое интересное чем болеть корид вот и короче плацента это с одной стороны плащ-невидимка для плода который защищает его от иммунитета матери потому что вообще для для иммунитета матери ребенок который на половину состоит из отцовских генов это чужеродное тело даже если мама любит папу и даже если мама очень любит папу любит ребенка все друг друга любит иммунитет что он наплевать как только это засечет иммунитет и почему случится рождаются недоразвитые то что у них нет нормальной плаценты у них нет у кого прикрыть усунчатых знаешь там огромный рыжий кенгуру а кенгуру да ну например или кал или бомбат у них вот рыжий кенгуру он ростом выше тебя а рождается когда он вот для фаланги и потому что ему приходится рождаться медведи да вот такие тоже рождаются медведи там 200 грамм тоже конечно медведи у них так получилось они могли бы вообще подольше носить но им просто не удобно а 200 грамм это не одна две фаланги вот сучит и рождается буквально эмбрионами недоношенными потому что им просто приходится рождаться раньше чем их засек иммунитет матери а у нас настоящих плацентарных млекопитающих есть вот это вот лепешка прикрытия которая с одной стороны блокирует тебя от иммунитета делает зародыша у тебя это зародыш это плот уже невидимым для иммунитета матери а с другой стороны через вот эту вот огромную лепешку идет питание и и снабжение кислородом все долгие девять месяцев у нас или у слонов например беременность почти два года то есть это идеальная лепеха такая откуда она взялась а похоже что она взялась это наследие как раз встроившегося в наш геном вируса родственника между прочим вируса вызывающего вич сейчас вич тоже имеет тенденцию встроиться в итоге в наш геном сейчас мы переживаем период агрессивного симбиоза с вичом период агрессивного симбиоза с коронавирусом вот как потом это пойдет это пока что непонятно но вот тогда возвращаясь к этому вирусу которым когда-то заболели наши предки еще который еще не будучи плацентарными млекопитающими какая-то часть из них разумеется погибла потому что приходит вирус не все оказывается совместила но какая-то часть не жила вирус строился в геном потом произвел резкое сразу изменения потому что теория эволюции основанная исключительно на точечных мутациях значит сейчас по чайной ложке курочка по вернувку вот здесь одна замена произошла и вот так вот нас накопилось изменений не укладывается во время то есть мы не могли за три с половиной миллиардов таким вот с точечным перебором вариантов наплодить то биоразнообразие которые мы владели а вирусы они тебе сразу дают готовые блоки ты пришел двигаться него нормальный такой большой там рнк-шный геномчик он раз такой встроился а сам он как откуда взялся как он вот а есть несколько версий откуда не здесь они всегда были внутриклеточными паразитами то есть всегда должна была быть клетка вирусу нет клона размера вот грубо говоря с молекулой соотношение с молекулами скажу соотношение но он просто человек с человеком это примерно как соотношение человека с планетой ну то есть есть некая это молекулярный размер почти ну по крайней мере вот белое 100 молекулами белковые молекулы вот они там сильно больше белковых молекулы за очень маленький то есть на поверхность бактерии которые очень маленькие они высаживаются как просто такие вот как лунные модули очень мелко суши можем изменил свое мнение переводят так вот трансформе вирусов так уж получилось что в эволюции трансформирующая роль то есть они трансформируют все живое с которым вступает во взаимодействие либо они образуют бутылочное горлышко то есть появляется новый вирус пробивается межиглярой барьер и получает возможность встраиваться захватывать клетки нового вида соответственно идут и из жопы крысы как поет слепаков он пришел к нам коронавирусов много в какой-то момент они получают узнать как в ужасниках как прорвались даматом запаска вдруг открывается некий портал и его спайк белок получает возможность связывать с нашими рецепторами и впрыскивает свою вирусную рнк и она такой вот опа новый заводик сейчас будем захватывать и посмотрим чем это приводит вирус ни на что не смотрит в принципе вирусы ученые делятся на две категории одни считают вирусы живыми другие считают их просто информационными агентами то есть это флешечка ему ничего не надо ничего не хочет он просто есть потому что вот но всякое появление нового вируса в нового вида она изменяет существование вида изнутри преобразование которое вирус вносит в жизнь вида они происходят на разных уровнях он может носить изменения в геном в нашем случае когда у нас уже огромная часть нашей эволюции происходит на биологическом она культурно-социальном уровне сейчас мы видим как вот вся пандемия как вся объединенное человечество как вот у нас появился некий образ внешнего врага у нас есть очень хороший выпуск сбили на стол патриотипно и там я рассказываю про то что человечество сформировалось как вид с очень высокая внутри групповой кооперацией и очень высокой межгрупповой конкуренцией для того чтобы пробудить лучшее что у нас есть альтруизм братство единения способность самопожертвования отдать последнюю рубашку нам необходимо нужно естественно да это я объясняю если ты не ссылаешься на нашу родную россию то сразу все сволочи а как сослался всего сейчас мы все сделаем вот это грустно когда она работает вот так вот и конечно вот но ничего не поделаешь потому что у нас вот такая такая вот прошить грустного человек такой да поэтому просто понимаешь объединяться со своими против чужих это всегда приводит к войне и идеальная ситуация для человечества это когда внешний такой вот прилетел на планете поэтому все так вот и пытаются вот это все усугубить и так далее а да я понял я понял теперь причину поэтому они все средства хорошие на карантин всех кто все и все-таки со средней войной количество же сейчас достаточно небольшой хотя каждый из них только я все-таки не понял почему человек переболев здравый человек физик переболев изменил да потому что когда ты три недели находишься в терминальном состоянии у тебя это все концентрированный опыт но твой вот твой прогноз если бы я именно так болел я бы изменил свое отношение к миру или нет а в чем заключается в отношении к миру вот смотри что ты не хочешь чтобы был локдаун смотри а ты подожди дай дай угадай подожди сейчас я проверю теорию of mind как эти пистолет то есть ты хочешь чтобы все оставалось как прежде можно было встречаться с людьми в живую условно то есть ну ты чё кредитно тебя никто голову смотри что сейчас происходит берется школы и просто так закрывается никто не смотрит сколько детей переборяло сколько учителей просто всем почему я не дурак я прекрасно знаю они внедряют платформы за которые получают миллиарда это их армия которых они вслепую использовать темно вот все кто сейчас смотри популяризаторы мои коллеги да все кто в эту сторону дают они молодцы дайте смотри а это внешняя часть это такая инструкция официальная официальная машина очень не поворот поэтому даже когда ты говоришь а я просчитал все ваши ходы вы хотите вот так что происходит на самом деле школы закрыты старая модель не работает предлагают новую модель который тоже работает через пень колоду потому что ну вот обычно я спрашиваю почему школа закрыта вот у меня модель москве происходит совершенное безумие абсолютно московской области его не происходит я же не говорю что тип как наши любят все плохо вся страна говно ничего подобного москве происходит безумие московской области нормально многих регионов тоже все нормально сборки пришло примерно одно и то же просто в разных регионах с разной интенсивностью я сейчас скажу очень банальными битвы не тем не менее абсолютно самый актуальный вот это она бы изменился себе переболел тяжело она бы не я не знаю возможно это вот здесь уже вещь я даже в голову не в голову жирафа не было у тебя станет невозможно и что будет как влиять на то поведение неведомо ты тем более математик ты для меня вообще просто я постараюсь я стараюсь смотреть не свой опыт я хочу видеть весь я его должен агрегировать хорошо тогда поэтому мне хотел бы не изменился поведение тогда можно уже проверить я не знаю как можно только если я заболею и буду бояться вряд ли нет в принципе все это можно умозрительно провести смотри вирус вообще все это крупные вещи они не создают ничего принципиально нового они просто усиливают имеющиеся тренды кризис образования был задолго до этого и уже последние 20 лет школьное образование ну а ну просто это просто такая длинная агония егэ фигэ то есть все вот это лихо и сейчас просто наконец это схлопывается все это просто форсировано и те процессы которые сейчас происходят они это процессы которые и так бы произошли просто вирус выступил катализатором и вот эти вот вся общественная паника вот эти все все вот это шурумбуру все вот это безумие как ты называешь это просто результаты катализации естественных процессов это могло бы все очень долго гноиться когда происходит война это выглядит как еще большее безумие и тем не менее каждая война очень важный вопрос а каждая война приводит к технологическому прорыву дело в том что прогресс такая штука который на которую надо начаться скроет впервые в интернете вот прямо сейчас рядом с тобой впервые одну мысль скажу где-то кнопку чтобы восстановить и сказать ему спасибо за все сделал но с момента смартфона примерно и вообще наверное с момента интернета и польза его было уже меньше вреда то есть он как бы он вот его польза она была огромной когда он там выдумывал какие-нибудь самолеты да или да сам про оружие даже не знаю как сказать польза это или вред но тем не менее там он как бы большие прорывы технические теоремы доказывать вот и это польза постепенно как бы вот так вот убывало но еще с некоторым место начал появляться вред и вот вред начинает вот так вот расти вот мы находимся в точке когда уже давно этот пред пришел и единственный призыв который может делать в этом смысле разумный человек это ребята не увлекайтесь ничего от этой модели если она дальше пойдет мы не ждем хорошего это будет кранты если школьников вот если ты думаешь ты думаешь что школьников теперь навсегда до более-менее ну так если честно ты думаешь что более-менее нормальное образование не вернется в том смотри можно я на или нет на примере нет нет смотри всегда когда происходит всегда происходит изменение условий происходит . дефоркация опять же у тебя появляется дверь одна старая форма и от нее от пачкового ценовая форма совершенно не обязательно что старая отомрет почему мы сейчас живем в точке практически максимального биоразнообразия потому что все ребята от которых вообще все произошли теперешние ребята многие из них не вымерли был один бит раз изменились условия он раздается на 2 2-й то остался теперь есть еще новый и поэтому сейчас у нас будет просто и личное образование и заочное образование ну да нет поэтому меня и бесит это вот чуть-чуть полностью ты напоминаешь что и много подростков которых я знаю можно дети слушай ну ты ж голода ну ребенок возрасте 16 лет запирается и не общается со школьниками почему не общается прекрасно общество что общается новом формате мы сейчас вели кстати интерактив заменяет ну как понятно конечно да но во первых это было и до логдаун было люди все равно но все-таки они ходили в школу они там общались по настоящему а теперь они не идут сейчас но это когда вот локдаун закончится а вернуться в школу и сейчас вернуться кто может вернуться все оптимали отлично я мечтаю что ты была права значит и так я не спорю я просто хочу сказать следующее что у меня очень плохие ожидания потому что уже во втором чтении принимается закон об онлайн образование у меня очень плохие ожидания если мы этих сволочей не пересажаем и не пошлем сибирь они все это дожмут но у тебя ожидания отличные что ничего этого не будет и что в январе все вернутся в школы я очень хочу быть не прав чтобы ты была права что это все остановился в январе эпидемии чтобы эпидемия будет вторая волна или нет то есть будет ли волна вторичных заболеваний 3 3 3 3 3 волна будет это понятно сейчас 1 2 да мы сидим во вторую будет ли волна вторичных повторных заболеваний смотри смотри сейчас мы переживаем то что называется агрессивная паза симпиоза с вирусом вторая волна судя потому что это коронавирус и коронавирус у нас уже ходят ну да 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 нет я слышал чтобы 1 2 3 волны нет похоже что мы он просто сейчас придет мы будем периодически болеть это будет новая армия будет и вот в этой ситуации часть народа будет вы так засадите всех на хрена на хрена всегда потому что иначе на учителя будут умирать а другая часть будет давайте к нему привыкнем и вот я отношусь к той другой который давайте просто этой стадии привыкнем у нас будет новый уровень будем учиться как ученик ну да с чем ты хочешь вот ты видишь да что мы победим то так и будет прекрасно я вот за партию тех кто хочет оффлайн образование оффлайн нормально даже если там ничему не учат просто чтобы нормально школьники общались как и раньше но все равно если ты считаешь что так и будет то это прекрасная мажорнейшая нота да ну все равно ты на урок в зум нам к нам приходить а в зум я к вам приду посмотришь как на самом деле живые дети спасибо огромное спасибо же повторяю что у нас положение тимонова с канала все как у зверей все как у зверей ну там да там всякой людей угол спасибо тебе здорово на самом интересном месте конечно но это же как обычно ну мы успели все успели хромас я теперь знаю что я y fix да ты да ты ху я ху я мужчина я ху а еще я я сказал почему 33 в клубе да а у меня знаешь книжки 3 класс вот профит удачи вашему каналу подписывайтесь все на канал все как у зверей теперь и с математикой для гуманитариев вот он стакана